Шериф с минуты на минуту выйдет на тренировку на знаменитый газон стадиона Олд Траффорд в Манчестере. Все билеты на эту игру проданы еще неделю назад, а Шерифу предстоит непростая встреча сразу после отставки главного тренера. Денис Мартыненко и Влад Лукаш из Манчестера. Мы на Олд Траффорд. Этот стадион еще называют театром мечты. Очередной гранд стадион, который принимает Шериф, футбольный клуб Шериф, два сезона подряд, мы встречаемся с топовыми командами. Уже хочется поскорее увидеть, что там внутри этого стадиона скоро зажгут огни и туда выйдет Шериф, впервые тоже познакомиться. Как и мы, мы увидим, как они выйдут на предматчевую тренировку. Ну а команда сегодня утром прилетела в Манчестер, уже заселилась в отель. С минуты начнется предматчевая пресс-конференция, в которой тоже будет достаточно много интересного, но потом тренировка. Да, интересно в том числе и то, что Степан Томас, как мы знаем, покинул главный пост тренера Шерифа. Виктор Михайлов, исполняющий обязанности главного тренера, сегодня выступит на пресс-конференции. С ним будет Максим Коваль, это игрок, вратарь Шерифа. Мы так подозреваем, что это такая негласный намек на то, что Коваль на завтра и выйдет в стартовом составе, потому что смысл приглашать европейцев на пресс-конференцию. Удивительно, что все билеты на завтрашний матч распродали еще неделю назад в продажу. В общий доступ поступило около 20 тысяч билетов на этот 70-тысячный стадион. И нужно понимать, что в Англии система абонементов, и все остальные зрители придут завтра по абонементам. Поэтому уже только на самом футболе мы узнаем, будет он полностью заполнен или нет. Шарфы, или как их розы еще называют. В официальном магазине нету винного шарфа, посвященному игре Манчестер Тайта Шерифа. Это нормальная практика, такого не было ни на Реале Мадрид, ни на Реал Мадрид. Ну, не принято в Западной Европе, тем более у Гранд Клубов, для отдельных матчей делать такие шарфы. Но здесь продают эти шарфы, как и называют, паленые, самодельные. Кто-то называется 5 фунтов, кто-то 10, кто-то 15 фунтов. Чуть-чуть не успели, тут только что была драка между двумя продавцами за эти самые шарфы. Кто-то из них демпинговал и понижал цену. Нужно понимать, что это самодельные шарфы, на которых немножко измененный логотип, потому что на него нет официального разрешения. На которые, например, в Мадриде лепили флаг Румынии, потому что похож на молдавский. Давайте послушаем, что сказал продавец. Шарфы покупают, хотя сегодня не день игры еще. Я сам завтра с таким пойду на игру. Продам все шарфы и пойду. Я успел купить билет за 35 фунтов. Все билеты сейчас распроданы, насколько я знаю. Интересно еще, какой рисунок игры будет против Манчестера и Найта, то шарифа завтра. Потому что, да, мы уже сказали, главный тренер у команды должен что-то перестроить. Все вспоминают, да, игры против Манчестера и Найта в Кишиневе, против Реал Сената в Кишиневе, как развивались события. Ну и главное, наверное, да, что без удаления, потому что последние разы это, ну, так солидно тортило, да, всю игру команды. Ну, я думаю, что мотивировать игроков играть на таких стадионах не имеет смысла. Эта мотивация приходит сама собой, когда ты выходишь и видишь толпу болельщиков, ты говоришь, британских. Здесь в последней новости стало известно, что Роналду, скорее всего, появится завтра в матче против Шерифа, потому что, можно сказать, с него сняли бан, и из молодежной команды он вернулся на тренировки с основной командой. Выйдет ли, станет известно уже, когда появится заявка на матч. Да, и мы пообщались тут с людьми, с болельщиками. Многие говорят, что Роналду – это символ клуба, он был этим символом и 10 лет назад, да, и сейчас. То есть все хотят его видеть, никто на него не обижен, что он на себя много берет, и у него конфликт с Тенхагом. То есть все хотят видеть Роналду. По поводу болельщиков, можно сказать, да, тут проблема главная – это не перелет. Перелет, на самом деле, дешевый в Англию, хоть или те 4 часа. Проблема главная – виза. Вот в этом проблема. Если будет кто-то из Тирасполя, из Молдовы, здесь, то это, наверное, люди, которые здесь живут, работают, да, и просто после работы, наверное, приедут из другого города, чтобы посетить матч. Я не думаю, что какая-то массовая группа болельщиков приедет из Аптенестровья. Ну и главное – удивление, впечатление и разочарование, может быть, от города Манчестера. То, что как только ты попадаешь в этот город, ты ожидаешь увидеть, что здесь будет все в плакатах Роналду, в логотипах двух великих футбольных клубов United City. Видите, ну нет, обычный, ничем не примечательный город, потому что этот город футбола, который известен на весь мир своими манчестерами, видно только в квартале от стадиона, когда начинаются красные пабы, когда начинается граффити с изображением игроков и планеры. Этот район, собственно говоря, и называется Old Trafford. Здесь все связано с футболом. В самом городе нет никакой атмосферы. Посмотрим, как это все будет выглядеть завтра перед игрой, когда все это заполнится болельщиками. Я думаю, тут будет совсем другая атмосфера и в городе, и перед стадионом. Да, ну мы отправляемся на тренировку, на пресс-конференцию. Что там было, что сказал исполняющий обязанности главный тренер-шериф, а мы уже расскажем завтра и увидимся на игре.